Всем привет! В эфире программа Орел и Решка. И с вами Степан. И Герман. И мы журналисты Seros Life. Сегодня мы находимся в Липецке, в городе, где проходит заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по географии. И мы покажем именно вам все тонкости Олимпиады по географии. Ну что, Орел? Решка! Всероссийская Олимпиада школьников по географии – это главное географическое событие года в Олимпиадном движении. Здесь, в Липецке, собралось более 260 школьников из 64 регионов. Здравствуй, в СЕРОС! Центром притяжения юных географов со всей России в 2021 году стал Липецкий государственный педагогический университет имени Петра Петровича Семенова-Тянчанского. Именно здесь прошли все туры Олимпиады, кроме практического. Помогает с организацией Русское Географическое Общество. Школьникам предстоит написать три тура – теоретический, практический и тестовый. На первом туре участники должны показать навыки анализа географических материалов и данных, формы рельефа, типы почв, особенности стран мира. После четырех часов Олимпиады все работы черновики должны быть сданы. Теперь школьник свободен. Ну, было на самом деле какое-то количество легких заданий, какое-то количество сложных заданий. Все было, задание часть, ну, как, обычное. Достаточно интересные в этом году были задания, некоторые из них интуитивно понятные были. Вот, расчетных задач какое-то количество было. После первого тура школьники не спешат на обед, они обсуждают друг с другом первые впечатления. Эмоции от теоретического тура всегда разные – от нервного смеха до негодования. Аналогичные чувства испытывают и члены жюри при проверке работ. Прямо сейчас за этой дверью проходит проверка работ заключительного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников по Географии. Так и хочется тайком проникнуть и подсмотреть, но дверь закрыта изнутри. Вечером у школьников всего несколько часов, чтобы познакомиться с Липецком. И даже проливной дождь не испортит настроение. Многие в Липецке впервые. Правда, не все достопримечательности удалось посетить. Организаторы решили заменить часть прогулки на автобусную экскурсию. Так на улице бушует стихия, а школьникам тепло и уютно. Длинные дороги, улицы, пешеходные улочки довольно-таки интересные. Ну, хотелось бы прогуляться, но учитывая погоду, вряд ли получится. Продолжилась экскурсия в Кривеческом музее. Сонные школьники познакомились с историей и географией Липецкого края. Здесь, назло европейским Карловым варом, Петр Великий приказал создать курорт минеральных вод. На которую приезжали дворяне со всей России. Именно минеральным источникам посвящена значительная часть музея. Источники сохранились и открыты для всех желающих. Безусловно, одной из главных достопримечательностей Липецка является знаменитый Липецкий бевет. Говорят, самая вкусная и самая полезная вода во всей Центральной России. Что ж, давайте попробуем. Вот так вот выпил один глоток и сразу же уже далекие страны, далекие острова, какие-то континенты. То, что как раз и нужно нашим географам. А давайте спросим, а как юные географы готовились к заключительному этапу и что для них оказалось самым важным? Кроме географии, ему нужно уметь хорошо считать, потому что калькулятор оказывается не всегда рядом. И с калькулятором тоже надо уметь работать. Так что математику нужно знать очень хорошо для географов, чтобы считать достаточно большие цифры. Также ему хорошо знать физику и, я считаю, какие-нибудь иностранные языки. Потому что изучение других культур через другие языки очень полезно в социальной географии. Скажите, пожалуйста, почему у вас спустят? Это особая техника сборенной Москвы. Мы там психологически воздействуем на наших конкурентов. Вот, это все придумано, ритуал, так сказать. Без любви к географии, без стремления узнать что-то новое невозможно выиграть. Без упорного труда, систематического, постоянного, тоже ничего не получится. Ну и самое главное, должен быть такой дух борьбы. Не нужно на достигнутом останавливаться, нужно стремиться к новым вершинам. Вот, если все эти три качества совпадают, то у человека очень хорошие шансы выиграть. Медленно в Липецке наступала южно-русская ночь. Школьники разъехались по своим отелям и отдыхают перед завтрашним практическим туром. По всему дню. Ну, сегодня мы писали в первый раз теоретический тур, наш первый тур. Там было шесть задач, и они были очень приятные, в принципе, решаемые. Никто не волновался, мне кажется. Ну, некоторые, конечно, переживали. Но комплект был решаемый, приятный, всем понравилось, мне кажется. Все ушли счастливы. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете? Мы повторяем, собственно, структуру промышленности, наши любимые, уже сейчас полюбившиеся Липецкой области. Интересно? Невероятно. Мы ездили в заповедник Гальча-гора. Крайне интересные, много интересных мест и большой спектр животных, растений, которые там охраняются. Для кого-то бессонная ночь после долгой дороги. Бессонная ночь перед завтрашним туром. Бессонная ночь проверок олимпиадных работ. Рано утром участники олимпиады отправились в Грязевский район Липецкой области на практический тур. Впереди 6 часов работы на местности. Ожидает практическая география. То есть работа на местности, работа с приборами, непосредственно работа с окружающими объектами, что нас окружает в действительности. То есть самая настоящая география, ради которой это все вообще и задумывается. Место проведения практического тура было строго засекречено. Даже мы, журналисты, нашли олимпиадников только по геолокациям школьников. Все это сделано для того, чтобы создать полное ощущение научно-исследовательской экспедиции. Перед началом ботинки школьников обрабатывают специальным спреем от клещей. Расскажите, пожалуйста, как ощущения перед практическим туром? Ну, отличные. Готов ко всему. Прямо ко всему? Да. Перед стартом школьники разделяются на несколько групп. У каждой группы есть свое название, свой план работы и даже свои задания. Все это для того, чтобы школьники почувствовали дух научно-исследовательских экспедиций. На первый взгляд может показаться, что практический тур – это такая прогулка по утреннему весеннему лесу в окружении олимпиадников. Но это только на первый взгляд. Практический тур проходит в дремучем лесу, где не работает интернет. Хотя школьникам он вряд ли поможет. Участникам приходится пробираться сквозь дебри, на глаз высчитывать расстояние и размеры, одновременно проводить несколько расчетов. И для многих такой формат работы впервые. День, извините, расскажите, а как часто вы ходите в походы? Я предпочитаю делать домашние походы по дому. На первый и третий времени было предостаточно. На второй – с расчетами. Расчеты по левых условиях занимаются очень много времени. Плюс там все-таки нужно было медленно и методично считать кольца деревьев и прочее. Не в лучших условиях и члены жюри, которые проверяют работы на открытом воздухе сразу же во время тура. Итак, школьникам пришлось работать и искать, измерять и высчитывать на протяжении почти шести часов. Как по мне, практический тур затмит абсолютно любой квест. На практическом туре школьникам приходится пробираться через вот такие вот дебри, потому что все условия максимально приближены к реальным. И, конечно, довольно часто встречаются вот такие потрясающие пейзажи. Жалко только, что у школьников нет телефонов, и они не могут это сфотографировать. Здесь, в мире природы, лучше всего открываются способности юных географов. Сегодняшние школьники – это завтрашние студенты лучших вузов России. И как природа начинается с волн местного водохранилища, с бутонов на весенних деревьях, так и будущее науки начинается со школьной Олимпиады. Вот и подошел к концу заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по географии. Очень скоро школьники узнают результаты своих работ. Ну а мы увидимся с вами в другом городе и на другом сердце в программе «Орел и решка». Ура! Ура! Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.